Добрый день! Меня зовут Куркем, я являюсь экспертом по IELTS. Сегодня я бы хотела с вами поделиться своими ценными советами, как написать эссе номер 1 на балл выше 6,5. Начнём! Эссе номер 1 отличается от эссе номер 2 тем, что там у нас есть графики. И нужно знать определённое количество слов, определённые выражения, так, чтобы вы излагали свою мысль точно, ясно, и вы получили себе нужный балл. Для начала, если разберём правила, вы должны эссе номер 1 написать в течение 20 минут. Если вы превышаете это количество времени, то у вас не хватит времени написать эссе номер 2. Второе. Как правило английского IELTS утверждает, Напишите как минимум 150 слов. Но не надо это воспринимать так, что 150 слов это достаточно. Имейте в виду, что из-за ошибок, либо грамматических ошибок, некоторые слова могут быть зачёркнуты и не могут быть включены в общее количество слов. Поэтому для того, чтобы избежать такую ошибку, вам следует написать от 150 до 165 слов. Если вы превышаете этот максимум, то экзаменатор это не оценит как хорошо. Это будет оценено как плохо, потому что у вас слишком много словарного запаса, и одну идею вы не можете передать или изложить её очень коротко и ясно. Затем вам следует помнить, что эссе номер 1 оценивается на 40% из общего 100. То есть 40% баллов даётся за эссе номер 1, 60% баллов даётся за эссе номер 2. И самое важное. Эссе номер 1 состоит из графиков. Поэтому вам очень необходимо знать название этих графиков. Если вы знаете их название, то считайте, что 1 балл у вас в кармане. Если разберём, для вашего же удобства я нарисовала эти и посмотрим. Эссе бывает так, что вам может попасться вот такой график. Называется он Align Graph. Линарный график. То есть он отличается от остальных тем, что там одна линия может быть, но время от времени бывает и там две линии тоже могут пересекаться. От этого бояться не надо, просто вам нужно знать название и следовать по плану, который вы заранее себе сделали. Второй тип диаграммы бывает, называется он a bar chart. Bar chart может быть в горизонтальном положении, может быть и в вертикальном положении. То есть здесь у нас горизонтальное, вертикальное, то есть bar charts могут состоять из вот таких вот выделенных columns. Затем третий bar chart, третий диаграмм, называется он a flow chart. Flow chart, то есть как от одного действия происходило другое действие. Здесь у нас больше идёт на стадию. Первая стадия, вторая стадия действия, третья стадия. Здесь вы используете определённое количество слов, 150 как минимум, и нужно знать, какие именно академические слова нужно знать, чтобы коротко, ясно и чётко написать эссен на flow chart. В дальнейшем вы можете посмотреть a table. Это у нас таблица. Таблица бывает разного формата, бывает с процентами и без процентов, названия и так далее. То есть главное нужно знать название. Если вы знаете уже название, то у вас есть уже точка опоры, откуда вы можете уже начать свой эссен. Пятый вид диаграммы называется a pie chart. То есть здесь оно в форме пиццы, оно может быть разделённым, может быть вместе. То есть разделённое, что я имею в виду? Оно может быть вот так целиком вместе, либо может быть каждый сегмент этого графика разделён друг от друга. От этого название не меняется. Шестой вид диаграммы вы можете увидеть, он называется a process, процесс. То есть как, например, процесс фотосинтеза происходит, как производим цемент и так далее. Вы можете назвать его a process, либо можете писать как a diagram. Никакой ошибки здесь не будет. Это были основные моменты по названиям диаграммы. Смотрите следующие уроки, и вы увидите, как можно написать план на каждый из этих графиков. Так как они имеют разные названия, то же самое и план для них разный. До следующей встречи!